То, что вижу в своей школе, у нас в принципе проблема следующая, это конфликт возрастов. То есть в школе 40% молодых специалистов, 40% учителей, которые проработали больше 25%. И понятное дело, что заместитель директора, например, такая школа, как у нас маленькая, когда я была долгое время одним заместителем директора на всю школу, а хватит еще вопрос наставничества, как бы тяжеловато молодых специалистов. И ищешь руководителей школьных метод объединений. И когда мы знаем, что руководителями школьных метод объединений тоже назначаем, привлекаем к этой работе уже специалистов с большим стажем работы. И они воспринимают почему-то наставничество в какой-то мере как диктаторство. Вот этот конфликт возрастов как бы отцы и дети. Вот я сказала, так должно быть. Почему не рассматривается иногда наставничество как консультант? Вот наставник-консультант, не только как диктатор, но и как консультант. То есть в какой-то мере надо еще, я думаю, продумать, подготовить то, что мы готовим молодых специалистов, еще как-то готовить к наставничеству и средний возраст учителей, и те, которые постарше. Я не поводжусь, извините, Ельмана Максимовна. Сейчас мы с Русланом имеем одинаковую учебу, мы на одном курсе навык учались. Я считаю, что у меня керевники школьных методических объединений, это переважно фаховцы 2-й категории и 1-й категории. Это те люди, которым еще что-то интересное. Это, как правило, Юлия Валерьевна говорит, агенти ЗМИ молодь. И когда приходят новые специалисты, их не нужно просить. Они так раз, под крилом, и уже обратят туда, пішли туда, показали, тест, сделали все. А потом же, так, очень корректно поясню, где можно подказать, где что сделать. Поэтому призначать керевниками школьных методических объединений, творчих групп, только потому, что у него вищая категория старший учитель або методист, иногда люди, дійшовши до самого верху, втрачают любую мотивацию, любую интерес к другу. И еще. И когда доходят до распределения материальных планов, директор завжди каже, ось цей робит, ось цей, да, а цей хай сдобуде сам. Вот так вот, с таким подходом и треба робить. Если человек что-то изменяет, что-то, то можно ему из батьковского фонда попросить батьков, так, и придбать какие-то вещи. А кто не может, хай доведет батькам, что он может и будет делать. Так, поэтому агентизмін, переважно, это молодь. И почему она не приходит в школу? Да, правильно сказала. Потому что, много лет вважали, что это найгирше, куда можно потратить. Ходичный рост. Чао мы учились не так давно, не буду называть в руках. Но тогда еще был довольно высокий конкурс на ходичные специальности. Сегодня те, кто не вступил на престижный, остались тут. Можливо, я давно уже сказала, что проходить тестирование еще на вступе. Або психологично, або взагалі людина за типом характера спроможна працювати. Потому что постоянно под контролем, когда 8-10 часов на тебя дивляться, куди б ты не пішел, на тебя дивляться, споглядают, ты маешь быть авторитетом в усьом. Даже дорогу переходить правильно, будь-який час, кто-то тебя увидит. Я понимаю, что это уже прошло. Но есть люди, которые могут так жить, а есть люди, которые не могут так жить. И вот это нужно осознать еще до первого курса. А не после пятого, когда приходят девчата и говорят, что я в три курса научилась, в четвертом курсе педколледжа на практику. Я понимаю, что это не мое. А деньги держава уже не тратила. Можно, да, дополним? Да, можно. Вот смотрите, мы сегодня очень много говорим о мотивации. Я сидела и словила себе мысль о том, что мы говорим, как мотивировать педагога. Мы забываем обратную сторону медали. А может быть еще надо мотивировать общество? Потому что как бы мы не мотивировали педагога, сделаем ему огромную зарплату, рассказали о прелестях. И ему нравится, в принципе, работать. Он пришел, проработал месяц. Приходят к нему родители и сказали, а ну-ка ты не так посмотрел на моего Петечку. Я сейчас на тебя жалобу напишу. Вот вариант как раз, как мы переходим дорогу, как мы живем. Посмотрите, город Запорожье, у нас сколько битбордов? Металлургия, Столева. Где у нас хоть один битборд? Учитель, ну, к примеру, слоган легкий. Учитель тоже человек. Ну, к примеру. Я так говорю про человека. Потому что мы мотивируем педагогов, а общество мы никак не мотивируем. В результате педагог всем должен, а он такой же обычный человек. Он просто боится, даже просто боится идти работать с детьми, с родителями. Это очень важная позиция. Дивите, я хочу вам дать зворотный связок. Про то, что впервые в системе освятия МІСЗАПОРОЖЬЯ мы заклали також гроши на поддержку имиджа вчителя. Мы заклали гроши на создание двух новых телевизионных программ стосовно работы у нашей системе. Мы витрачаем гроши міста для того, чтобы создать позитивный имидж педагога. Мы мали смогу стосовно реализации программ розвитка функционирования украинской умовы створить впервые по поддержке цієї позиции билборды по МІСЗАПОРОЖЯ. Если вы обратите внимание, я очень благодарна. Потому что это за, исключительно за инициативой Департаменту освіти, за поддержкой депутатов МІСЗАПОРОЖЕННЫЙ РАДИ и ВЛАДИ. Сьогоднішні ці речі мають бути местом в нашем городе. Да, я сгоден. И вот тут дейсно прозвучала проблема. Не все умеют быть наставниками или менторами, как захидная терминология. Но никто никогда никого не учил быть ментором. Я когда стыкался, в Израиле есть четырехступеневая система поддержки и профессионального развития директоров шкіл. И первый год он тоже мает своего ментора. И может обратиться. И там нет, я хочу обратиться, хочу не обратиться. Но нужно так себе повести, чтобы молодое желание обратиться и общаться. И за чашкой кави в неформальной обстановке. Но, опять же, мает появилась культура менторинга. Может, мы каким-то образом попробовали подробный проект започаткувать. И хай психологи учать их психологию, спілкувание с молодым коллегой. Потому что я не имею такой практики, которая бы працювала, с подготовки самым менторів. И я просто, от меня эта идея по ходу виникает. А может, мы действительно попробовали. Это очень интересная идея, я поддерживаю. Вона важна по складове, чтобы вкласти то, что сегодня нужно, осучаснен. И если вы даете сгоду поддерживать Запоряжье в этом направлении, то сейчас начнем работать. Я думаю руками за, и тут нужно будет изучить международный опыт, как они делают. Практики нет, я сам не знаю, как это делается. У эстонцев есть практика. Когда мы были в университете на встрече с эстонским университетом, у меня здесь сбереглись контакты, именно факультет менторов. И они делились опытом своими всем природным. Чудово. Бывайте эстонцев. В Израиле есть очень интересная профессор Рина Беркал, которая подготовка директоров. Это было 10 лет назад. Я не знаю, как она уже поважного века. Но попробую найти. Ну, почитаем. Дивите, у нас заплановлено на жовтень международный педагогический саммит с вопросом глобализации обучения дошкельной. Мы запрошуем вас. Если вы даст нам возможность контакта с этим человеком, я думаю, мы опрацуем этот связь. И будем мать возможность до начала этого захода опрацювать этот направление работы. Я хочу сказать, что мы все-таки начали оцю діалоговую форму спілкувания и тех, кто став на цей шлях подготовки до керевної работы. Можливо, это первая ластевка, которая еще не имеет такого потужного льоту. Но мы начали этот рух. И я думаю, что на второй год проведения этого проекта мы более детально отработаем блок сопровождения с учебниками молодых керевников. И, возможно, мы работаем те виды, как мотивировать керевников создавать условия для поддержки молодых в школах. И продолжая тема менторства, такая реплика, что именно менторство было в фокусе уваги нашего коллеги Антоніни Мещук, когда она готовила работу на выставку. Она же присвятила это исследование менторству. И защищала святки. Да, точка дотику. Чудово. Почему я именно подняла этот вопрос? Просто особенность нашей школы – это внедрение инклюзивного образования. Буквально недавно, с 14 по 16 августа я была на всеукраинском тренинге. И нас, конечно, приезжали обучать больше, как внедрять инклюзивное образование, но был представитель всеукраинского фонда «Кромь за кругом» Юлия Амайда. А именно она тоже по вопросам наставничества. Можно будет и к ней обратиться. Контакты есть. Да, контакты это. То есть именно она, нас больше обучали как тренеров. В дальнейшем вот на тренинг, который будет завтра 22-23 августа, что до проведения инклюзивного образования. Академия Академия Академии 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 Вони подходили на асоциации. То есть есть связки, на которые мы можем сегодня обратиться к нам и обратить внимание и идти в шляховую сп� советую. В ідея, витаю. Видите, да? Так, спасибо еще раз. Можливо, мы второе коло зараз зададим. Дмитрий Ольга Киренко, Заборисович, начинок виховного комплекса номер 67. В принципе, уже было очень много думок озвучено, стоимо того, как у нас готуют вузы наших шановых педагогов, как мы, с какими проблемами стикаемся, когда приходит молодой специалист до школы. С чего все начинается? Все начинается еще из школы. Когда мы сами были в школе, у нас были разные зановые вчители. Есть улюбленные, есть не очень. И у каждого из нас, педагогов, есть свои вчители-ментри, начиная еще из школы, на которых мы хотели быть схожими. В принципе, в школе мне достаточно счастливо с вчителями, будучи в вузе, когда меня готовили как специалист, как педагога. Памятаю свою педагогическую практику, когда у нас требовали два конспекти уроков, за всю педагогическую практику и звезд написать. Викладание математики – это было развязывание сборника с канавием. Повсеместра, сами понимаете, то решаем задачи. Ну, как раз так. Когда ты пригодишь до школы, ты стикаешься с новым коллективом. Есть в коллективе твои старшие коллеги за специальностью, и они уже твоими наставниками. За свою карьеру мне довелося, я уже на 5-му курсу пішов працювати, в принципе, мне там не заважали. Я працював один рік навчаючись, ну, ситуация, яка была, меня запросили один рік попрацювати, пока учитель математики был в декретной отпуске. Мне не заважали, на мои руки приходил сам директор, в принципе, ей все сподобалось. Сейчас она еще, это был 8-й класс, как сейчас вспоминал, сельская школа, 10 ученей. И она сидела, сидела, не витримала. Каже, ну, как можно не зрозуметь, вам же так, я даже не зрозумела, историк заоосвиток. Каже, ну, это вообще. Потом мне довелося, прибудучи в Запорежье, я влаштовался на работу в ЗНК-67, тут сидит мій наставник, учитель математики Леонидовна. В принципе, мне в этом плане пошатило с наставником. Спочатку, ну, мы, как-то так, не дуже в нас пішов контакт. Дуже не дуже. Дуже не дуже. А потом, в принципе, мы как-то нашли свои точки дотику, и сейчас уже за чашкой кави, где какие-то педагогические моменты, приходишь, кажешь, есть такие проблемы, выкладывание там, або дети, и, как раньше, в данном случае, что сделать. Вот есть такой вариант, я спробую, это, это, это. А пробуешь, и ты уже решишь, это подходит тебе, это модель, или не подходит, и ты уже берешь ее на озброение, как учитель. И, в принципе, за последние, ну, я не знаю, два года, да, в принципе, я достатньо вырез, как уже учитель предметных. Дякую, члене Леониду. Ну, можно подходит? Ну, нет, может, я не знаю, а может, остальник скажет, как все таки удалось контактить? Да, да, да. Мне по жизни очень счастлив, я очень люблю работать с молодыми вчителями, поддерживать, а потом бачит, и як зных, с таких гадких вытенят, уточек, да, там, в музее вырастает достаточно, я на русский перейду, быстрее будет, вырастают, ну, вполне перспективные люди. В чем была проблема? А проблема действительно в том, что пришел человек, который не понимает, что такое методика преподавания математики. Анализ задачи провести не может. Поэтому и очень, не очень там мы столкнулись, потому что, когда пришла первый раз на урок, я понимаю, что он хочет, а то, что он не может, не его вина. Поэтому долгое время он посещал мои уроки, а я посещала его уроки. Единственное, что сразу говорю, книгу внутришкольного контроля я чаще всего на такие уроки даже не беру. Я иду наслаждаться уроком, впитывать его в себя, и потом отдавать ему анализы и прописывать, что плюс ты молодец, что минус. А иногда были такие моменты, когда я вставала на уроки и помогала ему решить этот момент. Только в плане, дети, мы же учимся. Я тут поднимала руку, но, видимо, очень скромненько в один из моментов. А самое, ну, вот это всё, эта работа, лишь бы была действительно мотивация. При всём при том, что я в ужасе была от начала работы этого молодого учителя, у нас сейчас шикарные результаты, потому что он был мотивирован на работу, на результат. Но больше всего и сложнее всего мне приходится с родительской общественностью. Доказать им, что он может. что сильный учитель не может читать во всех классах, о том, что он перспективный, о том, что нужно ему доверять, раз я доверяю, значит, и вы ему доверяете, что я буду его сопровождать, ему помогать. Очень тяжело конфликтов именно с точки зрения восприятия родительской общественности молодого учителя. Он неопытный, он не сможет, он не покажет. Дело в том, что Дмитрий Александрович здесь присутствует, еще у меня есть Хмельницкий Андрей Андреевич, который, скажем так, аспирант, будущий кандидат технических наук, да-да-да, очень талантливый математик, сильнейший. И даже с ним у меня, наверное, год были конфликты родителями, доказывала, читая все его регалии, выступления, именно он подготовил ребенка МАН в этом году, и ребенок защитился на высоком уровне в пару, понятное дело, что там была большая помощь в том, чтобы ему помочь и ребенка сопровождать и так далее. Но у меня самые большие трудности это с родительской общественностью. Нам не хватает имиджа молодого, перспективного, целеустремленного учителя. Вот тогда нам будет намного легче, и им будет намного легче. И дети, у нас дети, почему нас еще сложно воспринимают? Они идут в школу, в школу со штампом. Этот хороший учитель, он меня хорошо учил, а этот плохой, он меня плохо учил. И вот этот штамп, ну, тяжело с ним бороться. С косностью, прежде всего, родительской общественности. И еще тречечко дотати с основной батьківской громадской общественности. Почавши працювати, мне в нагрузку дали классное коренниство. Тимчасово на два тижні. Ну, я же думаю, ну, как это тимчасово? У меня был выбор, а 6 класс, а 8 класс. Думаю, возьму 8 класс, они тречечки уже старши. Мы организовали шикарный захід украинской вечернице, дети. И зараз, памятать, мы каждого року его уже традиция, это наша. И, в принципе, батьки же пришли подивитися на пош, нам дали в цей раз. Потому что уже до меня было 3, было уже 3 классных передника до меня. Ну, уже, и у них был великий плюс, что я уже не пойду в декретную отпуск. Это единый плюс. Это уже был на початку единый плюс. И потом уже, они же пришли подивитися, что же это за людина, которая начала через неделю такий захід провела. Потому что діти в школе были чуть ли не до 5-го година. Вже батьки телефоновали, что же у вас там, что же дитей немало дома. И, в принципе, вчителю на сегодня, особо в классном керевнике, треба быть еще таким менеджером, который працюет не только с детьми, а еще и с батьками. Потому что налагоджена работа с батьками – это очень большая помощь вчителю. Если с батьками есть контакт, то один телефонный дзинок решит очень много проблем, которые бы они не были, какого плана они бы не были. Все решится, все находится. И все очень, мы имеем на это гарный результат. Потому что вчителям нужно готовить из школы, это, естественно, чтобы они могли бы працювать с людьми, быть менеджером, такими управлінцями, чтобы они могли бы працювать еще с людьми. Знаете, на мою думку, не вистачає в подготовке молодых фаховцев безпосередньо курсу ораторского мистецтва. Там, где учат оцим законам спілкувания, потому что не готовы для діалогу молодых вчителей. Они креативные, они наповненые, дети за ними идуть, но они не могут вибудовать оцей простир эффективного спілкувания с батьками, с досвеченными педагогами. Адже, что такое школа? Школа – это певные шаблоны, которые заважают вольно развиваться и создавать продукты тими креативщиками молодыми. Поэтому мы должны давать орієнтиры для нашей молодой, которые должны иметь какие-то для себя меседжи методики, спілкувания, співпрасти с фаховцами, которые уже произошли. Но не заганять их в певные шаблони дій. И тогда, получивши крила свободы, они будут творить с удовольствием, потому что эти очи вдячных детей запалюют. И если ты идешь в спільноту дитячую за покликом сердца, то все проблемы, которые поддерживают нас всех, они имеют ресурс для удовольствия каждого из нас. Поэтому я так думаю, что в этом тоже есть какие-то проблемы. подготовкина. Ольга, заместитель директора 62-го лицея. А я бы хотела вернуться к качеству подготовки молодых специалистов, потому что при всем моем желании, я математик, и ни для кого не новость, что учителей математики в Запорожье не хватает. Так вот, когда мы столкнулись с проблемой, что надо обновлять кадры, где мы только не искали, и в университеты обращались, и вот этот специалист не можно, этих не нужно, они не умеют решать задачи. Вот я бы хотела, чтобы обратили внимание на качество подготовки молодых специалистов. Кроме того, что вот лидерские качества, вот это ораторское, просто знание даже фактического материала, потому что многие приходят, ну, сталкиваемся. Вот именно качество. Можно вам один из университетов, ведущих в нашем городе, я общалась с представителями практического состава, в этом году ни одного заявления, на приколдную математику. Ни одного заявления будущего студента. Вот те проблемы, которые мы будем с вами расклепывать через несколько годов. И ничего не подавал. Вот четвертый курс. Многие школы хороших студентов, ну, хороших, да, мы понимаем, бронируют еще на четвертом, пятом курсе, потому что остаются те, которые, ну, не хочу говорить непотребные, не то слово, да, но лучше, некомпетентные, да. Такая проблема у нас для школы образования, потому что у нас не хватает воспитателей, сейчас я уже общалась со своими знакомыми с педагогическим колледжем, когда я поступала, когда-то был курс, на одно место, конкурс, пять человек, место, то сейчас жесткий недобор, и ищут, и вырывают за руки везде, где только можно. И вот опять же эта проблема, с которой мы опять приходим, с которой мы сталкиваемся, что вот, если он никуда не поступил, то пойду-ка я в Петербург. Почему так? Ну, вы не думаете, что мы уникальны и неповторны в плане низкой якости подготовки фаховцев? Мы недавно на портале дали интервью с одним из проведенных работодавцев, Павлом Штутманом, он глава ВАТ-Гидросила и так далее. И вот он страшные речи говорит. Кировоград это национальный технический университет. Когда это было сельско-господарское машинобудование, а сейчас он не может за последние годы взять ни одного фаховца. Ну, как он говорит, я могу взять фаховца, электромех, там, факультет это был, как сейчас. Если он закон ОМА, не знает, если нет базовой подготовки у человека, то, что наши работодавцы поставили под университетом своих людей, которые рассматривали, сколько входит в университет, сколько это мое навчаться. нараховало всего несколько десяток. Какая может быть качество, если его нет, то в инженерном области тоже завал. То есть, мы не уникальны, у нас вся высшая область на грані завалу, повного, имітация область, область, купится, все продается, но понимали, последствия, поэтому, если мы говорим, что наиболее университет, кто тогда, куда в найкраще идут? Инженеры тоже же, экономисты, юристы, менеджеры, повный завал, тоже уровень подготовки наших юристов. Это загальна проблема нашей высшей области, которая на катастрофе, низком уровне ниже плинтуса находится. И это мы обязательно маем отзначити относительно педагогической осветы. Я не хочу ни под кого прогинаться, я хочу сама руководить своей жизнью. Обучалась в Италии, вернусь, я хочу как там, свободы, хочу, чтобы мне не указывали, ты имеешь право это, имеешь право это, писать там планы, потому что психолог тоже, я психолог, она пошла по моим стопам, и она не хочет в детский сад идти работать. Мама, нет, выполнять вот эти программы твои я не хочу, но она кайфует от работы с детьми просто так. Вот она собирает вот детей и играет с ними в игры на площадках. Вот вчера они ездили в Непетровске в электричках, выступали, просто вставали и рассуждали про чувства с людьми. Вот просто так. То есть потенциал у молодежи есть, но они боятся вот этих рамок, на которые на них накладывать, что вот это можно, а вот это нельзя. И идти в образовании и за это они не хотят. Складно и не хватает знаний самая из этого питания. Не хватает знаний, что касается податковых, что вы хотите физически рекоментировать приемцев, что вы хотите товариство с обмеженной ответственностью. Для этого нужны определенные знания, умения. Но, если есть знания, умения, компетентность, и мотивация, и харизма, но, насколько законодательный процесс, что ты должен оплатить 704 гривен, не маешь прибуток, но сплачуешь податок, и все эти внески самая лякают. И для того, чтобы заработать, нужно организовать величезное товариство и туди мать найманих працівников организовать. Но для этого нужна, говорят, материальная база. Цего не мает молодой фаховец. Он может быть, в лучшем случае, физической особой предприятии. Это очень сложно сделать, потому что не прибуток, который будут иметь, на оплату податков. на спільном коште. Вона заработала и зараз она арендует новую строительную. Антон, науковое шоу профессора Антошки, молодой фаховец, который называется, как Русанова. прозвища, молодые молодые. Они проектов, грант, На основе гранта? На спільном коште есть такой направл, где можно оголосить свой проект, и люди поддерживают все прозоро, видно, кто поддерживает. До речи, Эдкемп, этот проект, он также на спільном коште финансируется. Шановные коллеги, проблематика, молодой учитель в школе, проблемы, стимули, что еще не прозвучало? Прозвучало? Да, пожалуйста. Я хотела бы допомнить, слушала, думок было много, но это моя думка, я вважаю, если прийде молодой фаховец, и у него есть желание працювать, то он будет працювать. Если его будут поддерживать, у него виростут криво. Ось, дивіться, так, ті, дійсно, ті молоді фахівці, на яких ми ставимо, певні, так, департамент робить певні ставки. Приклад, ось, так, ми, фактично, я, Дорошенко-Світлана, бачите, не представилась, територіальний відділ освіти Вознесенівського району, школа номер 72, Горбенко-Ольга, школа номер 7, Олена, вибачте, Затєєва Ольга, школа номер 72. І перешкод не було, сказали, абстрагуйтеся, це дуже важко абстрагуватися, тому що, будучи, я перепрошую, будучи молодим фахівцем, от, перешкод розвиватися не було. Я про це хотіла сказати, я також працювала в 72 школі, я пам'ятаю, що коли ми з директором сиділи, я була тоді ще на посаді заступника, і кого ми будемо брати? Кажу, давайте, от я пам'ятаю Олю, кажу, давайте її так, з 27, Людмила Дмитрівна, її також можна подякувати, вона нам, ну, хоче людина розвиватися, розвивається, дякувати Тетяні Миколаївні в Мусові, ми всі розвиваємося, нас завжди підтримують, і якщо прийдуть ці молоді, амбітні педагоги, і їх підтримають, все буде чудово. Чудово, чудово. Ну, знову ж таки, акцент проблеми і стимули, можливо, самі з вашого другого колу, багато речей, от якісь речі зараз, дуже добре, що проблема наставництва виплива, зрозуміло, проблема педагогічної освіти, підготовки, вона не могла не випливти, бо вона актуальна. Цілий ряд інших, які я занотовував, якісь проблеми, я впевнений, які приховані, але ми їх, може, і не бачимо, вони ще мають бути, і вони допікають, вони стоять на заваді, вони, зрештою, можуть призводити до того, що люди залишатимуть школи, якщо ми не створимо відповідні стимули. Що ще із того прихованого, що ми могли б акцентувати потім рекомендація, як увага, не прозвучало, будь ласка, я хочу про проблеми все-таки, я хочу про результат, который меня воодушевил. Когда ми набираємо сразу несколько молодих специалистів, і у них возникає здоровая конкуренція. Вот це дуже здорово, оно стимулирує їх друж перед дружкою, показати хороше. У нас практика такая, три психолога новых пришли, і перший місяць вони ходять на занятия к опитному психологу, смотрят, як проводять занятия, і повторяють. Я це оговорюю сначала, що сначала не бойтесь, у вас буде просто возможность поэкспериментировать і повторити занятия. А потім, говорю, через місяць ви вже підете в своє плавання свободне. І тут починається свободна конкуренція у них, і вони починають, а я вот це придумаю, а я вот це придумаю. І вони до такої степени расцветають, растуть, ісходя з того, що вони на равних пришли, через на равних, той же методики і дидактики, вони це поняли, ну, як то за місяць восстановили. А потім є можливість потворити. Я всегда говорю, девочки, я разрешаю все, пожалуйста, ну, только я присутствую, останавливаю, когда там чуть-чуть заносят. Вот здоровая конкуренція очень хороша, когда сразу несколько молодих спеціалістів, і вони имеють возможность друг к другу ходити на занятия, потому що часто не бывает возможностей. Антоніна Міщук, лідер асоціації молодих освітян. Мені буде зараз дуже соромно, за те, що я скажу, але коли я вступила на педагогічний фах, то я не хотіла працювати в школі, бо це не було престижно. Це раз підняли цю проблему, що престиж дійсно треба підвищувати. І в очах дітей, які мають бачити гарний приклад успішних, відомих, не знаю, всіми бачених педагогів, своїх власних, щоб вони теж гордилися нами, і, можливо, тоді вони захотіли б свої важливості у педагогічної діяльності розвинути. Це перше. Друге, з приводу заробітній платні, я трохи не підтримаю Юлію Валерьєвну. Я пам'ятаю теж, коли я все-таки дізналася про те, що є вакантна посада у школі, я бігла зі всіх ніг, це була 6-та година вечора, я думала, що ніякого директора і на місці нема. Я прийшла, і мене радо зустріли, прийняли. Юлія Валерьєвна. І коли ми вже заговорили, вона мені сказала, що тут для того, щоб працювати, необхідно бути на голову вище, ніж ти був вчора, позавчора і так далі. Тобто над собою працювати. Я це сприйняла дуже серйозно, і тому мені здалося, ну чому ні, треба працювати. І коли вона мене спитала, ну тобі цікаво взагалі, скільки ти будеш отримати? Я кажу, ні, не було, я вам чесно кажу. Мені не цікаво було, бо я тоді зрозуміла, що переді мною фахівець, якому небайдужа моя доля. Бо вона була як ніби наставник, в свою чергу. У мене не було професійного наставника, як вчитель біології взагалі, вчителя біології. Поразі мною він є, але наставником таким він, на жаль, для мене не є. Але я бачу свій розвиток, я бачу, що система освіти взагалі змінюється. І якщо ми будемо просто слідувати цим змінам, хоча б трохи в колію цю вступати, самі будемо щось регенерувати, то, можливо, у кожного з нас і буде так, кар'єрна лістниця, так далі. Дякую. 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 Дякую.